МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион, а у студии Катярина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуске «Глядите». Тизможа картка навученца замянить доветку у громадским транспорте. Информационные технологии у повседённым життим. Любуюсь всегда этими работами с удовольствием. Несумная выстава, роспись под конине, сотни работ. Дожжи и потепление, прокострышник меркуют синоптики. Распоусюдить во всех школах Могилёшины сервис «Электронный дзённик» и «Электронный журнал». А карту навученца выкаристовывать у якости проездного билета у громадским транспорте. Такая пропонова у шерогу инших прогучала на сессии облсовета депутатов. На её и народные обранники обмерковали пытания по укоронению сучасных информационных технологий при оказании послуг насельництву. У отдел по работе со зворотами громадян меньше стало поступать паштовых листов. За развитием информационных технологий у всё больше становится электронных зворотов. В объёме всех обращений в 2012 году они составляли порядка 7%, то на данный момент это уже более 30% электронных обращений. Это удобная форма подачи заявлений. Она сокращает время и заявителей, и сокращает какие-то расходы почтовые, или время граждане своё экономят путём подачи таких обращений. Безусловно, является современной формой общения власти с населением. Недавно по международным проекте Могилёвский университет Харчаваня организовал уластную видоастудию. Дякую, что её, кажуть, поширились махчимости у делу в международных навыковых форумах. Не выходя из университета, мы объединяем в одной виртуальной площадке различные страны мира. Нами проведено уже три конференции, два видеосеминара за этот короткий период времени, в которых участвовали Российская Федерация, Республика Казахстан, Германия, прибалтийские страны. Виртуально тысячи туристов наведали Могилёвский заосад, дякуючи веб-камеры, что працуют в режиме онлайн. Речь идёт о тысячах. Первое время я уже паломничество было. В настоящее время в Америке, в Африке, в Австралии, везде показывают. В этом году я был две недели в Румынии, каждый вечер проверял, как моих кормят моих зубров. И у всех это сучастные информационные технологии. Масштабный проект коммуникационных структур, замена старых сеток электросовязи на оптоволокно, повеличение кропок доступа в Wi-Fi у социальных установок и громадских местах. Республика Беларусь в данный момент находится на 49-м месте в мире. По внедрению современных информационных технологий и на 31-м месте по внедрению и развитию современной информационной информационной инфраструктуры. На Могилёшине зараз укороняются пилотные проекты. Электронный рецепт, электронная медицинская карта, электронный дённик, электронный журнал, как прогучала на сессии Аблсовета депутатов, укоронение сучастных информационных технологий, так само уплывая на развитие национальной экономики. Татьяна Сергеевичек, Александр Тарасов, Новины региона. Пытания отяпления для многих зараз самые головные и готовы выращать. Звычайно, на наладку отяпления даётся до 10-ти дён. Звертаться за допомогой вы можете у мясцовой эксплуатационной организации, теообластную диспетчерскую службу у жильёво-коммунальной господарки. По телефонах у Могилёвя 22-62-41, 22-84-55. Нагадаем, больше за 80 звороту поступила у жильёво-коммунальную господарку Аблвыканкама с початку отяпляльного перееду. По традиции, звернуться с пытаннями до представников улады Жихары в области смогут у суботу. 14-го кастричника с 9 до 12-ти годин про мои телефонные линии пройдуть у Могилёве, Бабруйску и во усіх райвыканкамах Могилёвшины. У Могилёвским гарвыканкаме промую телефонную линию проведе намесник старшыни Сергей Дядович. До яго можно звертацца па нумуры 42-21-02. У гэтыш час ваши пытанні шыкая першы намесник старшыни Бабруйскага гарвыканкама Олег Ковіль. Нумар телефона у Бабруйску 76-21-41. А вось промую телефонную линию у Могилёвским Аблвыканкам гэтым разом проведе першы намесник старшыни Олег Чыкида. Тема для звороту – агропрамысловый комплекс, вытворчася и перепрацовка сельгасы господаршей продукции. Лесная господарка, геодезия, ахова новокольнага сяродзя. Нумар телефона у Могилёве 50-18-69. На 22 центнеры повеличилась уроджайность бульбы у Могилёвской области. У середнім сёлита за одного гектара аграры сбираюсь 288 центнеров. Поведомили у Аблсельгасхарши. Найлепшая уроджайность усов гасят доброволец Клишевского района. Больше за 380 центнеров. У городским, Кировским, Краснопольским, Крычевским, а таксама у Мстиславским и Черековским районах уборку другого хлеба завершили. У Вогулі па в області убрано 86% площ, чоу маглі б завершити худшей, кажуть аграры. Аднак работу стрымливают дажджи. Сёлита бульбы посадили менш, прикладно на 400 гектаров. Гэта звязана з попэтам на другий хлеб, а пошнім часам ён знізівся. Тому господаркі дзі нема сучасных бульбасховіщаў пам'яньшыли пасяўные площы пад гэту культуру. А вось перавагу аддаюць айчынным гатункам. Амаль 98% площам занята бульбай мінавіта айчынной селекции. Дарэч умовы для сельгазработ зараз складаны, гаворуць обласным гідрометэцентры. Перша декада Кастрычніка выдалася вельмі даждливай. Выпала от двух до четырёх декадных нормав аўпаткаў. І таму верхній горизонт глебы зусім вільготны. А вось умовы надвор'я для азімых задавальняюць аграрыў. Даже опошніх дзён характеризуюця як па вольныя. За суткі па в області выпала ўсяго больш за шэсь миліметраў апаткаў, а па полнычы ў вогулі два миліметры. Дарэчы па мокрых сутках метеорологі не мяркуюць пра месяц, якім будзе па вільгоднасті подсумуюць ў канцы. За першу декаду выпала аж 270% апаткаў. Такой жа была і перша декада летошніга Кастрычніка. Зато я потым надвор'я было сухім. Што да ближайшага часу на большай тэрыторій в області прогнозуюцца дажжы. У суботу – короткачасовая. Зато я ў нядзелю па теплее да 15 градусу. Выстава неверагоднага настрою. Менавіта таке водгыкі на ведвальніка ў экспазіціў зале па вуліцы Болдіна. Сваю персональну выставу прыставю тут Валерай Плаксін. Гэта каля сотні работ, які выкананы ў техніцы роспису па тканіне. Валерай Плаксін расписывае тканіну ў техніцы сублемацы. Больш за 30 год майстар працываў на адным з буйнейшых прадпраемствов в області. І за гэта час Валерай стварыў бож за тысячу малюнка ў дызайну для тканіны. І бож за пау тысячы унікальных картін для ўласной колекцы. На выставі толькі пятае яе частка. Они, конечно, разнообразны. Темы едины на этой выставці нет. Потому что я хотел как-то разнообразність выставку і показати, ну, што ў мене є за душой. Выстава подзілена на п'ять часток. У кожной свой напрамык. Одзін з самых цікавых для самого Валерея, присвечена японскому мастаку Кацусіка Хакусай. Я был в Японії лет 15-го назад. Я просто поразился, влюбился в этого худовника. Я сейчас только о нём и думаю. Великолепный худовник, я говорю. А самое главное – это острота его изображения. То есть в этой технике нельзя хребиться. Одно движение кистью – і всё. Яшэдна тема выставы – рослины, кветки. Причым мастак признаецца, что молю я их только по натхнению, без натуры. Я всегда любуюсь, любуюсь всегда этими работами. И, конечно бы, с удовольствием, может быть, даже приобрету такую картину. Очень ярко, очень красиво, очень выразительно, с большим хорошим настроением. Очень положительные эмоции всё вызывает. А вы хотели бы иметь что-нибудь из этой коллекции «Свадума»? Да, это мой стиль. Мне нравится. Интересно, необычно. Радует то, что действительно не копирует кого-то, что-то, а высказывает своё мнение. Это очень важно в нашей жизни – высказать своё мнение через данного рода работы. Есть метричные формы, насыщенные фарбы, абстракция, философские разважания. Усё это так само в творах мастака. А с правдой свободы, каже Валерий Плаксин, ему дают работы в авангардном стиле. Андрей Шуляк, Алена Мельщенкова, Віталя Алексеенко. Новины региона. Новини на нашем сайте ТВР Могилёв. Укробка. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...